Игорь Рудуви проинформировал обнинских парламентариев об организации уборки снега на территории города. За содержание уличной дорожной сети, а это порядка 100 километров автомобильных дорог и 200 километров тротуаров, отвечает муниципально-автономное учреждение благоустройства. Общая площадь обслуживаемых территорий составляет 167 тысяч квадратных метров. Для содержания уличной дорожной сети города в зимний период 2023-2024 года в расположении учреждения имеется 49 единиц специальной техники для содержания улиц города. Это 17 единиц машины с пескоразбрасывающим оборудованием, комбинированные дорожные машины. Это 13 единиц трактора с плужно-щеточным оборудованием, 9 единиц самосвалов для осуществления вывоза снега, 2 единицы фронтальной погрузки для погрузки противогололедных материалов, а также погрузки снежных масс в самосвалы. 2 единицы лаповый снегопогрузчик для погрузки снежных масс в самосвалы, 2 единицы автогрейдер, 1 единица сити-рейнджер, 1 единица универсальной коммунальной машины с оборудованием для разбрасывания противогололедных материалов. 2 единицы машины коммунальной с оборудованием для разбрасывания противогололедных материалов. Дополнительно задействовано 5 единиц вспомогательной техники. Привлекаются дополнительные силы для оперативного решения вопросов уборки городских территорий. Для этого привлекаются сотрудники и спецтехника подрядных организаций. Это порядка 25 единиц техники и 35 дорожных рабочих, отмечает Игорь Рудуви. Более 8 тысяч кубических метров снега было вывезено с улиц города с начала зимы. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Текущей зимой все со сложными метеорологическими условиями, связанные с повышением уровня попадения осадков при низких температурных значениях. Смешившись о резком повышении температуры и атмосферного вон, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В первую очередь убираются центральные улицы, подъезды и подходы к социально значенным объектам. Чистятся остановки, через которые проходят маршруты городского транспорта, подходы к пешеходным переходам и так далее. Как отмечалось депутатами, к уборке центральных дорог жалоб у горожан практически нет. В то же время состояние внутридворовых и внутриквартальных проездов часто вызывает нарекания. За их уборку отвечают управляющие организации. Администрации города проводится регулярный контроль этой работы, в том числе и в выходные дни. В ходе проверки порядка 100 дворовых территорий в отношении пяти управляющих компаний были вынесены предписания. Срок устранения недочетов составлял три дня. В государственную жилищную инспекцию, которая вправе лишить лицензии недобросовестную управляющую организацию, было направлено порядка 20 сообщений. Специалисты ГЖИ провели выездные проверки и взяли на контроль работу УК. Также, по мнению депутатов, коммунальщикам стоит больше внимания уделять парковочным карманам у школ и детских садов. Кроме того, городу нужно активнее взаимодействовать с владельцами торговых центров, которые пренебрегают уборкой прилегающих парковок. Анна Еремина доложила о транспортном обслуживании населения Нукограда на регулярных муниципальных маршрутах. Был значительно увеличен автопарк муниципального предприятия ООП АТП. Городом было приобретено 92 современных автобуса за счет средств инфраструктурного кредита, полученного регионом. Каждое транспортное средство оборудовано системами видеонаблюдения, информирования пассажиров и навигации. В этот же этап у нас в 2022 году была высшая школа экономики, была разработана научная исследовательская работа по разработке и обоснованию мероприятий комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе Обнинск с выбором оптимальной транспортной связи южной части города с федеральной автомобильной дорогой М3 Украина. В рамках этой работы была разработана маршрутная сеть, которая была в начале 2023 года, уже в третьем этапе реализации данного проекта, была представлена на обсуждение жителей. Это было самое начало года 2023 года. После получения, до 1 марта мы получали предложение жителей по корректировке данной маршрутной сети. И после сбора всех предложений была маршрутная сеть откорректирована с учётом предложений и пожеланий жителей. В результате введения новой схемы общественного транспорта жители микрорайонов Завражий, Кадолия, Московский квартал, 32-й микрорайон и АТ улицы Звёздные получили транспортную связь с другими микрорайонами, в том числе со старым городом. Сохранена привычная круговая схема движения. Маршруты 9А и 9Б замыкают малый круг, а маршруты 4А и 4Б, которые выйдут на линии с 10 января, обеспечат передвижение обнинцев по большому радиусу города. На предприятии ведётся большая работа по привлечению новых водителей и их обучению. Сегодня в штате числятся около 150 шофёров. Анализ количества перевезённых пассажиров в период с апреля по ноябрь 2023 года говорит о том, что люди стали чаще пользоваться общественным транспортом. Также в конце доклада озвучили цели на 2024 год. Запуск муниципальных маршрутов 4А и 4Б, появление общественного транспорта города на интернет-сервисе Яндекс.Транспорт, адаптация расписания движения по муниципальным маршрутам, максимально удобным для пассажиров, организация дополнительных остановочных пунктов, достижение стопроцентного исполнения расписания без уменьшения количества рейсов и достижения стопроцентной оплаты проезда.